Дорогие друзья, меня зовут Евгения и я рада приветствовать вас на своем парфюмерном канале. Сегодня у нас с вами видео про цитрусовые. Это четвертое видео из сериала о летних ароматах. И сегодня мы с вами поговорим о топ 7 классных, шикарных, сочных, красивых ароматов с нотами цитрусовых. С лаймами, апельсинами, мандаринами и так далее, и так далее. Все мы с вами любим цитрусовые. Любим их за сочность, за яркость, за непередаваемую позитивность и солнечность. Поэтому давайте сегодня как раз и поговорим о 7 классных, суперских ароматах с цитрусовыми. И давайте приступать. Первый аромат, о котором я хочу вам сегодня рассказать, это аромат от бренда Герлен. Из их линейки Аквалигория, как раз которая такая более летняя. И этот аромат называется Мандарин Базилик. Этот аромат очень многие любят, очень многие знают, очень многие используют летом. Как раз перед съемками я нанесла на бумажечку. И что хочу сказать об этом аромате. Во-первых, мне кажется все-таки, что этот аромат больше для меня. Он безусловно, он унисекс, но для меня и на моей коже он больше раскрывается зелеными базиликовыми травными нотами. За счет этого, мне кажется, он больше бы подошел именно мужчине. То есть на мне мандарина сладкого, сочного, ну как-то не получается. Поэтому я надеюсь, что скоро мой молодой человек попробует этот аромат. И он ему понравится. Тем более у нас стоит дикая жара. И он ему придется как раз таки, он ему будет как раз таки уместно. Ну что, давайте посмотрим. Принадлежит этот аромат группе «Цитрусовые фужерные» и выпущен в 2007 году. То есть аромат такой уже прошел испытание временем и до сих пор продается и пользуется популярностью. Парфюмер «Мария Шаламань» у этого аромата. И верхние ноты «Клементин», «Горький апельсин», «Цветок апельсина», «Зеленый чай» и «Плющ». Такая интересная тоже нота, нигде больше ее не встречала в ароматах. В средних нотах «Мандарин», «Базилик», «Ромашка» и «Пион» и базовые ноты «Сандал» и «Амбра». Как я уже сказала, в этом аромате я чувствую очень явно мандарин, но он такой больше чуть-чуть с горчинкой, не такой сладкий, не такой сочный. И для меня аромат потом уходит вот в зелень, в базилик, что-то такое зеленое, слегка терпкое. И все, больше ничего я в этом аромате не слышу, но и зачастую от летних ароматов, от легких, больше ничего и не нужно. То есть этот аромат у нас с мандарином, и он более зеленый, более такой фужерный за счет базилика «Аква Олегория» «Мандарин Базилик». Согласитесь, ароматы с цитрусовыми, они в принципе очень разные, как раз наша тема сегодня раскрыть, какие же ароматы цитрусовые бывают, и особенно те, уделить внимание тем, которые как раз подходят на лето. Поэтому я и включила мандарин, базилик, и все остальные ароматы также будут, мне кажется, больше в летнюю тематику. Ну и следующий аромат от бренда Yves Saint Laurent, который я очень-очень люблю и уважаю. И относится он к группе цитрусовый фужерный, называется Сахарен. Эта линейка, вернее этот аромат, он был уже снят с производства, к сожалению, хотя мне он кажется идеальной летней водичкой на цитрусово-чайную тему. Этот аромат был немножко, ну даже достаточно сильно переформулирован, и под названием Сахарен вошел в новую их бутиковую линейку, но они, на мой взгляд, практически не похожи. И Сахарен именно вот в такой интерпретации я купила по совету блогера Пола Ленд, с канала Пола Ленд. Именно по ее совету, потому что она очень так интересно рассказывала про этот аромат, и мне показалось, что это то, что нужно для меня, то, что нужно в офис, то, что нужно на жаркие летние рабочие дни. Такой фреш из цитрусовых чая, немножко имбиря потрясающий. Здесь флакон 125 мл, и я его нашла на Авито, и мы с девушкой чем-то, много чем на самом деле обменялись. Она у меня кое-что купила, я у нее купила. И теперь вот эта история, хоть она и снятость, но она все-таки попала-попала в мою коллекцию. Этот аромат выпущен в 2011 году, он такой тоже старичок. Здесь в верхних нотах лимон, бергамот и мандарин, все как мы любим, самые лучшие, самые классные цитрусовые. Средних нот достаточно много, белые цветы, африканский апельсиновый цвет, лист черной смородины, гальбанум и петингрейн, и в базовых нотах имбирь и розовый перец. На самом деле цитрусовые плюс имбирь, плюс розовый перец, это то, что я очень люблю. И чем пахнет этот аромат? Представьте огромный графин, в котором налита холодная вода, и она не газированная, но тем не менее есть там небольшие пузырьки. Там кусочки разных цитрусовых, мандарина, апельсина, лимона, бергамота, может быть даже лайма. Все это сверху приправлено немножечко-немножечко сахаром, и естественно кусочки имбиря, чуть-чуть давленого, там также присутствует. Эта вот легкость, может быть немножко даже какая-то чайность в нем есть. Легкий, классный, можно поливаться, бодрит, позитивный аромат, и мне кажется, история про работу, про какие-то, может быть, дневные прогулки, когда на улице жарко, все-таки нужно, нужно идти куда-то на улицу в жару. Ну, потрясающий аромат, не зря здесь 125 миллилитров, и можно им поливаться по полной программе. Аромат сахариен 2011 года от Yves Saint Laurent. Если найдете, если найдете, может быть, от Ливантики, обязательно попробуйте на лето. Потрясающе зря, кстати, сняли. Может быть, может быть, в ближайшее время какая-то интерпретация этого аромата еще появится в линейке данного бренда. Ну и третий аромат нашей сегодняшней цитрусовой подборки, он вообще уникальный, он покорил меня просто с первого вдоха. Это горькие апельсины, прям до горечи во рту, но они настолько потрясающие. Аромат от Виллингельм Парфюмери Морин Чиэс, утренние шахматы. Я рассказывала вам об этом аромате в подборке ароматов для офиса. И если вы не видели, обязательно посмотрите, я оставлю ссылочку в описании. У меня тоже такая пока миниатюрная история, с одной стороны. С другой стороны, он настолько стойкий, настолько шлейфовый, что одного пшика вполне достаточно. Поэтому я даже не сносила еще половинку пробничка. И что самое интересное, этот аромат относится к группе кожаные. Странно, казалось бы, с одной стороны. С другой стороны, сегодня я вам обещала разные цитрусовые, разные интерпретации. Поэтому получите цитрусовый, но при этом кожаный аромат. Аромат создан в 2015 году и создан парфюмером прекрасным, уникальным, с уникальным чувством всего прекрасного. Жеромом и пинетом. Верхняя нота это бергамот. Средние ноты кожа и гальбанум. И базовые ноты пачули и черная амбра. То есть достаточно минималистично. Все, как сейчас говорит нам, диктует мода. Да, минимум-минимум нот. С одной стороны, с другой стороны, этот аромат. Нанесла его как раз-таки тоже на коробочку. Это для меня все-таки офисная строгая история. Про горькие, горькие цитрусовые. Прям вот кожурку. Самая горечь, которая есть. И кожа здесь не замша, а именно кожа такая тонкая-тонкая. И она где-то вот на подпевках, но она очень-очень благородная. Аромату не секс, но мне кажется, что он будет шикарно звучать. Именно с мужской кожи. Костюм, офис, какие-то, может быть, переговоры. Вот. И мне кажется, хоть этот аромат и все-таки для меня больше мужской, но я сама его с удовольствием ношу. Шикарный на женской коже. Он чуть-чуть более сладкий. Есть какая-то такая игривость в этом. И горечь, и кожа, и немножко сладкие ноты придают этому аромату как раз неповторимое звучание. Morning Chairs от Вильгельм Парфюмери. Попробуйте. Они сейчас активно представлены во всех магазинах данный бренд. Поэтому попробуйте. Сейчас жара. И мне кажется, этот аромат будет просто потрясающим. Ну и следующий очень-очень известный тоже аромат. Думаю, он у многих был. И он создан аж в 99-м году. И относится к цветочным альдегильным. С одной стороны. С другой стороны, я бы сказала, что это все-таки история про хвойность и про цитрусовый. Это Angel Schleser Pour Femme от бренда Angel Schleser. И опять же парфюмер этого аромата Альберто Мариллиес. Здесь в верхних нотах можжевельник, бергамот, мандарин. И цветок апельсина. Средние ноты древесный. Красный перец и ландыш. Базовые ноты шалфей, мускус и кардамон. Честно говоря, почему все-таки это Pour Femme для меня большая загадка. Потому что это типичный унисекс. Это аромат можжевельника, аромат елок, приправленный таким классными, цитрусовыми, яркими. Абсолютный унисекс. На лето, для работы. Очень бодрит. Если вы любите такую лесную, можжевеловую такую историю. Плюс еще с цитрусовыми, с горечью именно цитрусовыми, с корочками, с кожурками. Обратите внимание. Тем более цена на этот аромат достаточно приятная. Можно в интернет-магазинах найти в районе тысячи полутора. Да, я думаю, что в офлайн-магазинах тоже он продается по очень приятным ценам. Шлейф и стойкость. Насчет шлейфа я бы не сказала. Потому что я не очень люблю много наносить аромата для себя. Шлейф для меня абсолютно не принципиален. Но по стойкости просто бомба. Пока не смоете с мочалкой, будет на вас сидеть до победы. Даже если уже прошло 5-10 часов на коже, он так же интенсивно звучит. И мне кажется, звучание его становится еще более интенсивным. Со временем. Классный аромат. Обратите внимание, кто любит такие древесные, фужерные, цитрусовые, можжевеловые ароматы. Ну и следующий аромат. Маскино фанни. Я думаю, вы его уже заметили. В такой классной градиентной упаковочке, флаконе. Классный флакон. Как только он появился, это было очень давно, в 2007 году, сразу привлек мое внимание. Ну что здесь я могу сказать? Здесь цитрусовые, цитрусовые, цитрусовые. Мне кажется, все, что может быть, и лимоны, апельсины, и бергамоты, лайм, все в одном. Такой моноцитрусовый. При этом он не химозит. Хотя более сухим и чуть-чуть химозным он, мне кажется, в холодное время года. Как только наступает вот такая жара, 25, 30, 35, 38 градусов, вот прям сочные апельсины, сок выжатый в стакане. Вот так вот пахнет этот аромат. Как я уже сказала, этот аромат выпущен в 2007 году. Верхние ноты горький апельсин, красный, смородина и розовый перец. Верхние ноты фиалка, зеленый чай, пион жасмин и базовые ноты кедр мускус, дубовый мох и амбра. Достаточно богатая пирамида, но вот все, что я здесь слышу, это потрясающий микс, потрясающий, шикарный, шикарный микс всех цитрусовых, которые могут быть. Причем это не только сок, выдавленный из мякоти, но и все, мне кажется, перемолотое вместе с кожицей этих ароматов. Классный, шлейфовый, позитивный, не очень стойкий, 3-4 часа, поэтому можно часто обновлять. И потрясающий флакон, такой градиентный, супер. Я, кстати, пыталась его носить как-то, так как история про цитрусовый, пыталась его носить на Новый год. Все-таки мандарины и апельсины это в России новогодняя тема, но он немножечко начинает химозить, как-то скукоживается. Все-таки, все-таки это летняя тема для летних жарких дней, вечеров. Потрясающий, классный, можно поливаться, если вы любите наносить на себя много ароматов. Прямо вот, честно говоря, действительно фанни, и когда его слушаешь, просто у меня уже слюнки потекли, поэтому давайте скорее переходить к следующему аромату. Ну, а следующий аромат, я вам о нем недавно тоже рассказывала, но не могла не рассказать и сейчас. Это Pacific Lime от Atelier Cologne, аромат создан в 2018 году, и это лайм с кокосом, такой, прямо вот знаете, коктейльное какое-то звучание, не помню, как этот коктейль называется, но здесь лайм сладкий, такой потрясающий, немного кокоса тоже сладкого, очень-очень вкусный, но слюнки все так же типуют, поэтому давайте прочитаем вам ноты. Парфюмер Jérôme Pinette, здесь лайм, итальянский лимон, кокос, мята и эвкалипт, то есть, ну, действительно, кокос, мята, лайм и немножечко эвкалипта, который, в принципе, здесь, мне кажется, не чувствуется, но может быть, может быть, ближе к базе что-то такое древесное слегка колючее появляется. Классный, коктейльный, позитивный, звучит самым своим потрясающим образом только в жару. Жара, это его история, когда прохладно, немножечко скукоживается, так же, как и мазки на фане, поэтому пока жара, успевайте, пробуйте, мне кажется, прекрасный отпускной вариант, тем более у Ателье Коломи, прошу прощения, есть вот такие вот варианты по, сколько здесь, 10 миллилитров, и можно использовать его на двоих, унисекс, летний, классный, суперпозитивный, кокос с лаймом, в отпуск брать очень удобно, не надо брать большие флакончики. Ну и седьмой аромат в нашей сегодняшней подборке относится к группе «Цитрусовые фужерные», и он выпущен в 2019 году, это «Оранчо де Капри» от «Аквадепарма». Относится к группе «Цитрусовые фужерные», апельсин, ситилийский, мандарин, бергамот и лимон в верхних нотах, в средних «Петингрейн» и «Кардамон», и базовые ноты «Карамель» и «Мускус». За что я вообще люблю этот аромат, и за что он мне понравился. Хотя, в принципе, как в «Аквадепарма», я никогда особо так не обращала внимания, именно из-за этого аромата я переслушала все, что у них там есть, и, наверное, скоро появятся еще флакончики в моей коллекции. Но здесь вот все, как я люблю, это именно сладкие цитрусовые. Мне кажется, что они наиболее шикарно звучат, наиболее манкие, наиболее классные, позитивные, потрясающие. И вот цитрусовые плюс сочетание с «Карамелью» и сладкие цитрусовые «Карамель» дают здесь просто потрясающее сладкое звучание. И, кстати говоря, даже вот мой молодой человек, который не любит на мне практически ни один аромат, предпочитает, чтобы вообще лучше ничем не пахло, но тем не менее, даже он сказал, что это совершенно классно, позитивно, и ему тоже понравилось. Насчет «Унисекс» не знаю, все-таки «Карамелька» здесь дает более такие сладкие нюансы, поэтому все-таки женская история про сладкие цитрусовые. По стойкости средней часа 3-4 все-таки хотелось немножечко побольше, хотя бы часов 7-8, но тем не менее, можно, опять же, обильно его использовать, либо повторять через каждые 2-3 часа, я думаю, что этот аромат вас не разочарует этими летними жаркими днями и вечерами. Ну что, друзья, я благодарю вас за просмотр. Сегодня мы с вами охватили такую классную тему, как цитрусовые. У меня до сих пор текут слюнки от этих ароматов, они действительно потрясающие. И они колкие, и звонкие, и сладкие, и горькие. Все, что можно было, мне кажется, я для вас подобрала, поэтому слушайте ароматы, открывайте для себя что-то новое и пользуйтесь теми ароматами, которые любите именно вы. Но помните, яд от лекарства отличает только доза, особенно в такую жару. Желаю вам хорошего дня. Пока-пока!